треугольники птицы оригами войны горьких судеб странице и страшны и нежны далеки расстояние от фронтов до тылов письма связь расставаний через магию слов 75 лет назад 9 мая прогремел салют честь победы великой отечественной войне но отзвуки той войны до сих пор живут каждым сердце нет такой семьи которую не затронула бы война как ждали писем с фронта эти маленькие желтые треугольнички были залогом того что приславший их муж сын брат любимый жив и здоров а значит есть надежда увидеть его живым письма военных лет они писали с минуты затишья между боями в окопах в воронках из-под бомб авторы не думали что через столько лет их мысли о войне будут опубликованы письмо с фронта стрелкородиста георгия горелого погибшего в июле 1943 года под курском добрый день мои родные мама люсия игорь и леночка милые простите что я вам так долго не писал как хорошо что вы все матери сестры и братья родные и близкие вместе с нами куете нашу победу конечно жаль умереть но и в то же время хочется умереть если твоя смерть приблизит час победы вы мои родные будете жить замечательно будете она спеть песни будете ходить гордо поднятой головой говорить что ваш родной сын брат дядя погиб честно борьбе за родину за освобождение военное время письма могли попасть в руки к врагу чтобы вместе с ними не раскрывать тайны цензура проверяла военные письма треугольники было и такое бойцы случайно могли описать место своего положения количество войске планы дальнейших маневров такая информация тщательно зарисовывал с черной краской чтобы никто не мог ее прочитать чтобы обойти цензуру и намекнуть близким о своем состоянии или месте пребывания солдаты вкладывали в письма небольшие подсказки известны случаи когда родным приходили треугольнички с веточками полыни которые намекали на горькую жизнь полевых условиях качестве намеков также использовались вырезки из газет листовок письма написаны огрызками карандашей в окопах блиндажах госпиталях доходили до близких как бы в живую из рук в руки сохраняя тепло родных пальцев сердец и душ письма эти были светом в окошке для родных солдатские треугольники носились дома в дом они озаряли будни придавали силы селяли веру в победу военное время стали выпускать конверты открытки и заготовки для писем они имели красочно художественное оформление патриотического характера на открытках примеру печатались карикатуры на немцев и подписывались они красивыми лозунгами стреляют так что не пуля то в немца смерть немецким оккупантам но до фронта эти заготовки практически не доходили да и простой бумаги на письма не всегда хватало поэтому в такой обстановке родился фронтовой треугольник народ прозвал его солдатским секретиком день за днем и год за годом шли солдатские треугольники с фронта в тыл и каждый раз читаете строки испытываешь трепета встречи с памятью эти страницы бесценны с трепетами надежды ожидали писем с фронта дети мечтая встречи с отцом многих из них ожидала голодное холодное послевоенное детство здравствуй папка ты опять мне снилось я только в этот раз не на войне я немножко даже удивилась до чего что прежней было с ней прежней прежней такой же самый точно не видались мы два дня ты бежал поцелал всех с мамой а потом поцелал меня мама будто плачет смеется я вижу и висну на тебе мы с тобой начали бороться одолела тебя в борьбе а потом даете два осколка что нашли давно ворот говорю тебя скоро елка ты приедешь на новый год я сказала тут же проснулась как случилось это не пойму письма из дома согревали бойца в тяжелом окопе мысленно защищали его от смерти и вселяли надежду на встречу с близкими людьми для доставки полевой почты использовались голуби которые беспрепятственно переносили секретные сообщения через линию фронта тех местах где самолет никогда бы не смог пролететь незамеченным немецкие снайперы даже пытались остреливать птиц для их уничтожения выпускались группы специальных ястребов но большей части почтовых голубей все же удавалось успешно доставить информацию к месту назначения а для уменьшения возможности обнаружения советскими учеными была выведена особо порода почтовых голубей способных летать в ночное время суток в ноябре 1941 года фронтовой корреспондент поэт алексей сурков после очень тяжелого боя под истрой просидел всю ночь на своим блокнотом в землянке у солдатской железной печерки промерзшего стал он писал письмо своей жене софьи антоновой из 16 домашних строк письма родилась песня землянка бьется в тесной печурке в белоснежных полях под москвом на поленьях смола как слеза и поет мне в землянке гормон про улыбку твою и глаза про тебя мне шептали кусты в белоснежных полях под москвом я хочу чтобы слышала ты как тоскует мой голос живой это песня вошла в народную память как неотъемлемый спутник великой отечественной войны маленькие пожелтевшие треугольники пропавшие порохом ветхие страницы с высветшими чернилами и кляксами фронтовые письма до сих пор во многих семьях бережно хранятся и передаются как реликвия будущим поколениям чтобы мы никогда не забывали каждое письмо пропитана тоской и любовью надеждой на будущее и рассказами о жизни в тылу и на передовой у каждого письма своя история отражающая как зеркало судьбой семей которых коснула страшная неотвратимая рука войны письма от которых мурашки по коже ком в горле и слезы на глазах письма рассказывающие историю целого народа письма ставшие самой историей в городе герой волгограде установлен мемориал солдатское поле там увековечен солдатский треугольник на памятнике подлинный текст письма написал это письмо своей дочери защитник сталинграда майор петраков моя черноглазая мила посылаю тебе василек представь себе идет бой кругом воронки и здесь же растет цветок вдруг очередной взрыв и василек сорван я его поднял и положил в карман гимнастерки мила папа дима будет биться с фашистами до последней капли крови до последнего вздоха чтобы фашисты не поступили с тобой так как с этим цветком письмо любящего отца который больше никогда не увидел свою дочь а рядом с ним стоит тоненькая девочка с васильком в руке эти строки до сих пор обжигают душу болью тех кто приходит в мемориал солдатское поле 75 лет назад закончилась вторая мировая война но эхо войны не утихает все еще доносится до нас и могилы неизвестных солдат неразорванные снаряды и осколки оставшиеся на полях сражений окопы и воронки от взрывов снарядов и бомб это раны на земле это и память еще оставшихся в живых участников сражений память о тех кто ковал нашу победу одним из таких памятников войны являются солдатские письма треугольники письма с фронта и письма на фронт